Мирсе. Мне прислали интересный документ, постановление правительства Российской Федерации 30 декабря 2022 года о перезахоронении Владимира Ленина Ульянова. И я сейчас покажу вам подлинник. И безусловно мы с вами воцерковленные православные христиане и цепочка событий, цепочка тех знаний, которые мы с вами обладаем, пророчеств возникла. Я думаю, надо поделиться с вами. Все-таки, пока мы имеем такую возможность, нужно помогать людям. Переворачиваю. Сейчас я вам ее приближу. Так, да, название документа. И номер его 2057 от 30 ноября 2022 года о переоборудовании мавзолея В. Ленина. Ну, конечно, без подписи, без печати, со штрих-кодом, но это понятно. Это уже зачитывать мы не будем, а именно тот, выделенный цветом текст. Работы с перезахоронением останков тела В. Ленина на Ваганьковское кладбище, а также необходимые работы по переоборудованию здания мавзолея и его подготовке под расположение нового тела. Дословно читаю. Нового тела. Какого-то тела, не знаю, Мишустин подписал, может быть, речь идет. Вот, как выглядит цифровая эта подпись. Скажут потом, мы не подписывали. Любой человек может, на подписи нет. Нет подписи, нет разговора. Значит, я вам показал документ. Теперь покажу и статью. Это несложно найти. Их много. Вот, в частности, на Рамблере. Почему нельзя выносить из мавзолея. Почему Ленина нельзя выносить из мавзолея. Самое страшное предсказание. Статью не буду все зачитывать. Я немного вам прочитаю, напомню. А потом мы с вами пообщаемся, пообщаемся, обсудим. Эта легенда возникла благодаря зловещему пророчеству, произнесенным неким старцем монахом-схимником Иоанном, подвязавшимся в храме свидетеля Николая Угодника в селе Николаевска Ярославской епархии РПЦ. Текст, которого впервые появился на просторах интернета в 2011 году. И за последующие годы не раз тиражировался в различных СМИ. Данное предсказание гласит, в апреле, когда вынесут Лысого из мавзолея, произойдет провал Москвы в соленые воды. И мало что от Москвы останется. Грешники будут еще долго плавать в соленой воде, но спасать их будет некому. Они все погибнут. Поэтому тем, кто из вас, кто работает в Москве, рекомендую работать до апреля месяца. Будет затоплена Астраханская, Воронежская область, будет затоплен Ленинград, город Жуковский, Московская область, от столицы. Будет частично разрушена. Это я читал вам текст. В предсказании монаха-схимника Иоанна описывается настоящий Армагеддон, чудовищный голод, из-за которого принявшие печать Антихриста будут поедать мертвых, отсутствие воды, газа и электричества, китайско-японская оккупация Дальнего Востока, Сибири, до самого Урала. Глобальный катаклизм, согласно предсказанию, должен завершиться реставрацией монархии в России. Придет преподобный Серафим Саровский, он объединит все славянские народы, и государство приведет с собой царя. Ну, дальше по поводу грехов. Давайте обсудим. Все мы с вами знаем, не будем вдаваться в то, что мы и так с вами знаем. Давайте поговорим, нужно ли нам? Самый главный вопрос, на который должен ответить каждый православный христианин, вообще каждый человек, это что он выбирает, Одесную или Ашую, Крест или Хлеб, Свет или Тьму. И исходя из этого ответа, который мы сами задаем, сами себе, и будет складываться наша дальнейшая жизнь, и наши дальнейшие поступки. Ну, и, соответственно, все шаги, которые направлены вперед, к той или иной цели. Поэтому, то, что мы сейчас имеем, вы все понимаете, это оккупация. Я даже не с 91-го года, а с переворота 17-го. Мы говорим по фактам, мы не будем вдаваться, кто виноват. Виноваты мы. Кстати, самый пострадавший народ на планете, это русские. То, что говорят про ближние, про народ, который находится на Ближнем Востоке, постоянно упоминая, что он пострадал. На самом деле, по количеству, по количеству жертв, по времени, по которым этот народ страдает, но именно русские, и все, кто считает себя таковым, то именно русский народ подвергается самому жесткому, планомерному, постоянному геноциду, уничтожению. Вы это знаете. Это просто я коснулся вскользь. А по поводу, как нам быть, как нам поступать, ждать или не ждать, что предпринимать, верить или не верить в это предсказание, каждый решает сам. Я лично верю. Нельзя жить без веры. И вот этот документ, я даже распечатал, но решил вам показать на экране. Этот документ от еще ноября, 30 ноября 22 года подтверждает, подтверждает то, что верить действительно нужно. И сатана верует, и бесы трепещут веруют. И все, так сказать, люди, служащие злу, веруют. Веруют, что что-то есть. Что-то есть, что построило все это. жизни в воздухе, под водой, в земле, на земле. Это был Созидатель. Это не был Люцифер. Люцифер, известно, разрушитель. Поэтому, что нам, как нам поступать? Я считаю, что самое главное, это расположение духа. И если не сказать радость, то, по крайней мере, не уныние. Однозначно. Не уныние. Вообще, не надо никогда унывать. Это смертный грех, приводящийся к самоубийству. Самая большая радость сатаны. Не надо давать ему этой радости. Потому что, это избавление. Как поется в песне «Не поможет нам ни Бог, ни царь, ни герой, дождемся мы освобождения своей собственной рукой». Это революционная, так сказать, история нашей страны. Или там, кто был не кем, то станет всем. На самом деле, это не так. Очень легко покупаются наши лидеры. Подчас даже не нужно миллионы долларов, бумажных, которых они не получат. Их кинут. Не нужно. Намного меньше продаются. От разных уровней. Многие продаются. Это наша, не знаю, как другие национальности, как бы не пробовал, но в нашей полно иуд. Всегда было. Оттого и страдаем. Так вот, именно за счет того, что все это произойдет, и то, что мы верим, что это произойдет, и будет заключаться наше освобождение. Потому что своей собственной рукой, дорогие мои, у нас и так бы ничего не получилось. Но по прошествии больше века, уже на пять лет больше века, сто пять лет прошло с момента переворота семнадцатого года. Выстроена вся архитектоника, пронизанная коррупционными, идеологическими, социальными, духовными связями весь, вся вертикаль, как говорят, вся вертикаль, и духовная, и светская власть. Зараженных огромное количество, которые не понимают все искусство этих, значит, лицедеев, слуг антихриста в том, что жертва даже не понимает, что она служит ни добру, ни народу, ни ближним, а врагам. В этом все искусство. Весь этот цимус, как говорят, весь цимус. К сожалению. Сатанинский, действительно, людоедский, жесткий, даже, этот человек не может додуматься до этого. Нормальный человек. Это действительно мозг не человека, это мозг отца их. Поэтому понимать, если возможно, так сказать, выехать из указанных, так сказать, мест. Хорошо. Не получится, в чем застану, в том и сужу. Мы с вами знаем. Поэтому все мы отойдем к Отцу нашему Небесному рано или поздно. Поэтому это не проблема, не та проблема. Как сказали некоторые старцы, которые говорили, мне жаль вас, со слезами они говорили, мне жаль вас, детки мои, меня уже не будет рядом с вами. Ну, в разной интерпретации. Вот такие слова были. И когда мы прощались с отцом Василием Ермаковым, он у меня был в декабре, он у меня был в декабре 7-го года, ой, 6-го года, 2-го, это самое, 3-го, 3-го февраля, 3-го февраля 7-го года он отошел, а последний день он ночевал у меня дома, значит, Никита, сын, жена Елена, и вот он спал в комнате с нами, там, у нас 2-комнатная квартира маленькая, и мы с ним общались, черепя, мы попрощались, вот, и он сказал, там, я с ним общался, все такое, допоздна, допоздна мы общались, и он говорил о том, что, да, грядут события, грустные, но которые нужно пережить, которые меня не будет, ну, он понимает, мы расставались, он говорит, я должен уйти, на мои слова, может быть, отдохнуть, отец, 80 лет не так много, ему было ровно 80, может быть, отдохнуть, взять тайм-аут, так я так и сказал, на Валааме, на Соловках, у вас знают, весь православный мир, он задумался, говорит, нет, а вы должны выстоять, вот такой примерно диалог у нас был, поэтому, не важно, где мы с вами выстоим, дорогие мои, провалится, так провалится, все равно, действительно, много не напасешься, ни бензина, ни продукт питания, вот, будем воспринимать со спокойствием, и с любовью, к своей стране, к своей земле, бестолковой, многострадальной, многоконфессиональной, какой-то несуразной, очень богатой, но мы никогда не видели, не трогали эти богатства, как они выглядят, мы знаем, что очень богато, обширно, необычайно, три часовых пояса, от Владивостока, до Калининграда, это одна шестая, всей земли, и 40 процентов, скопаемых, считай, половина ископаемых, все, что находится на земле, все у нас, но мы такие, несуразные, как в том анекдоте, мне понравился, когда в Эмиратах, бедуин нашел нефть, и страна стала замечательной, и люди стали жить, вы знаете как, в России, есть нефть, и газ, платина, золото, алмазы, редкоземельные металлы, вот там слово плохое, я не буду повторять, нам бы еще найти бедуина, вот такие мы, вот такие мы, дорогие мои, нам бы еще найти бедуина, но, не найдем мы его, потому что купят, или убьют, потому что, как я вам сказал, все пронизано, как вот проволочник, я сажал картошку, у себя на даче, просто тренировался, потратил денег, культиватор, купил, значит, нанял людей, участок, огородил рабицы, потратил прилично, но я стараюсь делать все качественно, посадил картошку хорошую, а осенью проволочник, прям, все ее мыло и выкинули, и вот, стоило того, ради этих пяти мешков, которые, но это другая история, так что, проволочник, пронизал, у нас, большинство, я, ты написал, делал ролик, сказал, что 70%, 75% умрут, мне пишут, Евгений Борисович, ошибаешься, ну, наверное, ошибаюсь, больше, поэтому, будем радоваться, я вам не зря сказал про страну, про березы, да, так сказать, про поля, про березы, у кого ближе горы, море, вот, но я из средней полосы, родился в Курске, живу в мытищах, мне вот поля, березы, лесополосы, мне это ближе душа, речка, ради этой земли, и, безусловно, ради веры Христовой, потому что мы православные христиане, наша вера православная, и ради этого, мы с вами примем, с пониманием, с любовью к ближним, то, что Господь нам даст, все эти, из Ближнего Востока, и, кто им служит, конечно, будут выметены, я не знаю, там, убегут, уничтожат их, это меня мало интересует, я не приглашал их, но, хоть на короткий промежуток времени, царь будет, преподобный Серафим, Саровский, мой земля, кстати, и, наследник храма, в котором крестили Прохора, Машнина, мой друг, протеерей, Евгений Бычков, в Курске, этот храм называется, храм в отражении, на улице Ленина, как обычно, там банк стоит, и, чтобы центральные улицы убрать, построили дом книги, и, вход, исчез, поставили высокий дом, а потом, с угла поставили банк, и, когда едешь по улице, отражается храм, задним планом, боком, поэтому назвали, Ильинско-Знаменский храм, вот, я был в этом храме, к чему это вам рассказываю, что, случайности не бывает, мы все, в одной длани, у Господа, и преподобный Серафим, вот, сказано, что так будет, многими, как говорят старцами, да, кто хотел пророчить, а что такое пророчество, человек, человек, не от себя говорит, говорит уверенно, спокойно, вот, как вот, мы с вами разговариваем, и, когда мы смотрим по делам его, что он приличный человек, не балабол, не какой-нибудь там, Иуда, сегодня туда прыгал, задсюда, то с католиками, то с криптокатоликами, то с гугенотами, то с экуменистами, то такими нет веры, а когда человек живет спокойно, вот, мы знаем, прислушиваемся, таким прислушиваемся, поэтому таких людей, которые, так сказали, их было достаточно, поэтому я считаю, что так и будет, поэтому, что будет, то будет, потому что, мы-то ладно, мы-то пожили, детей жалко, из них сделали идиотов, и это ЕГЭ, ГИА, они меряют, сколько сантиметров в килограмме, я там залил ролик, и это действительно, не знаю, где Северный полюс, где Южный, кто написал, войну и мир, и прочее, какие они будут врачи, какие они будут инженеры, какие они будут летчики, понятно, детей жалко, перспектив нет, перспектив нет, вот, из-за детей, я вам предлагаю задуматься, и взять себе за фабулу, из-за детей, и пусть все происходит, потому что, кто останется, тот выйдет из-под ИГА, на любое время, хоть на короткое, потому что, свет, сильнее тьмы, потому что, однозначно, есть фонарик, света, но нет, фонарика тьмы, здорово сказал, это точно, нельзя взять фонарик, и посветить тьмой, абсурд, поэтому свет сильнее, поэтому, дорогие мои, что будет, то будет, не унываем, держимся, молимся друг о друге, я переживаю за вас, безкорыстно, как мой духовный отец, также безкорыстно, и духовный отец, моего духовного отца, преподобный, Серафим Вырицкий, также, вот, также был, любил, и душу свою полагал за ближних, будем жить, ваш Евгений Лопатин, пересылайте.